Ульяновская область впервые вошла в число регионов участников проведения ВПР по новому формату. За соблюдением правил и порядка теперь следят независимые общественные наблюдатели из других школ, проверяют результаты в Москве. Ранее все эти функции выполняли местные учителя. Из-за этого возникали сомнения в объективности результатов. Некоторые школы борются за высокий рейтинг в системе образования, отчего стараются всячески показать только отличную успеваемость учащихся, которая не всегда соответствует действительности. Но, тем не менее, детей не должны пугать новые правила. Никаких дополнительных электронных ресурсов для системы наблюдения, как, например, на ИГЭ, не требуется. Всероссийская проверочная работа – это как контрольная работа. Видеонаблюдение не предусмотрено в кабинетах. То есть проведение работы идет в доброжелательной обстановке. Дети пишут спокойно работу в течение указанного времени, заполняют свои работы кодом участника, то есть они не фиксируются по фамилии и имени, выполняют предложенные им работы, сдают в течение указанного времени и спокойно, как контрольная работа происходит. Обязательными предметами для работ выбраны русский язык и математика. После выполнения ВПР задания сначала проверяются педагогами непосредственно в образовательном учреждении, затем сканируются и направляются на проверку в федеральный центр, где работа получает окончательную оценку. При выполнении задания можно использовать черновик. Записи в черновичке не проверяются и не оцениваются. Непосредственно перед написанием ВПР как учащиеся, так и педагоги и наблюдатели заблаговременно получают инструктаж прохождения подобной контрольной работы. Детей предупреждают о процедуре, говорят о том, сколько, когда, где, из чего состоит работа всероссийская проверочная. К тому же у нас сейчас очень много информационных порталов, в частности у нас есть портал Режу ВПР, где могут дети познакомиться как с процедурой проведения, так и с, собственно говоря, самой структурой работы. Напомню, случайная выборка школы для проведения ВПР с контролем объективности результатов происходит на федеральном уровне. Это может быть как городская образовательная организация, так и сельская школа. Антон Никонов и Герман Баранов, Улправда ТВ. Продолжение следует...